Мы приехали сюда, чтобы познакомить вас с растительным и животным миром данного региона. Мы вам расскажем и покажем. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Наступила осень, и вот наша первая вылазка, наш первый выезд в осенний лес. Удивить мы вас мало, чем удивим, но в этом году обилие грибов. Ну, так как обилие грибов, мы решили вас познакомить с некоторыми из них. К сожалению, очень мало грибов я знаю сам, и у нас нет миколога. Миколог – это человек, который изучает грибы. Микология – наука о грибах. Вот нет у нас своего миколога, много чего у нас нет, ни орнитолога, ни ихтиолога, ни герпетолога. Но, в общем, в той малой степени, которую я знаю, я вам покажу. И первый гриб, который нам попался на пути – это гриб-зонтик. Это самый большой гриб в нашей республике, ну и не только, кстати, в нашей республике. Его по-стински называют иногда джерайсуку, некоторые называют его тамасуку. Разные у него названия. Гриб этот очень интересный, вкусный, съедобный. Но его можно спутать с другими ядовитыми грибами, поэтому осторожно, надо с ним очень обращаться. На нем вот как бы вот такие вот, как веснушечки, видите, вот на нем такие маленькие. Вот это и есть гриб-зонтик. Он съедобен. Вот его нижняя часть. Это пластинчатый гриб. Грибы бывают пластинчатые, бывают губчатые. Вот это пластинчатый. Губчатый мы вам тоже покажем. У него такая высокая длинная ножка. И грибы-зонты бывают такими, что можно прямо их вот так вот, как зонтик, поставить над головой, и будет защищать вас от дождя. Гриб, повторяю, седобен. Некоторые его берут, сразу жарят, другие его отваривают, потом жарят, некоторые жарят его в кляре. Ну, в общем, много способов изготовления. Некоторые готовят суп. Ну, гриб-зонтик обычно встречается в некоторых местах. Тут один попался, бывает их много. Можно наполнить ведерочко и пировать грибами-зонтиками. Ну, здесь вот, к сожалению, встретили только один гриб. Но мы походим по этому осеннему лесу. Может быть, найдем какие-то другие грибы. Мы вам покажем только те грибы, которые мы знаем. Покажем и другие. Может быть, вы знаете больше, чем мы. И вы нам подскажете, какие из этих грибов все-таки нормальные, седобные и не опасные. А вообще, если вы не знаете, что это за гриб, лучше его выбросить, чем рисковать своим здоровьем. Потому что очень серьезно можно отравиться. Не дай бог, если вам попадется бледная поганка. Самый страшный из грибов. Потому что, когда им отравляются, то отравление проявляется где-то на вторые-третьи сутки. И уже бывает поздно спасти человека. И большая часть этих людей плохо заканчивает, не выживает после отравления бледной поганкой. Поэтому очень осторожно обращайтесь с грибами. Те, которые вы твердо знаете, те вы можете собирать. А незнакомые обходите стороной. Ну, вот эти вот внешне симпатичные грибочки. Очень такие аккуратненькие, красивые. И сверху, и снизу. Пластинка у них красивая. Ну, как я сказал, в самом начале неизвестные грибы брать нельзя. И мы тоже их не берем. Хотя, если кто-то из телезрителей знает, бывает так, что кто-то знает больше грибов, другие знают меньше грибов. Ну, если кто-то знает, подскажите нам. Мы будем такие грибы в следующий раз тогда уже не выбрасывать, а собирать. Вот так вот они выглядят. Вы видели их, как они растут кучками такими. Очень аккуратный, симпатичный, чистенький грибок. И пахнет очень хорошо. Ну, незнакомый гриб. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Вот грибочки, названия которых я, к сожалению, не знаю, но знаю, что это хороший засолочный гриб. Ну, засолочный гриб разные бывают. Есть грибы, которые можно сразу засаливать, а это из той категории горьких грибов, которые надо вымачивать. Вымачиваешь их в трое-четверо суток в постоянно сменяемой воде или держать их под проточной водой. Затем готовят из них или солят, или делают маринованные грибочки. Ну, грибочки вкусные, надо сказать вам. Но возни с ними очень много. И не каждая хозяйка, и не каждый любитель грибов согласится возиться с ними трое-четверо суток, постоянно сменяя воду или промывая эти грибы. Заехали в лесочек, который нам известен. Мы бывали тут и ранее. Это был прекрасный лес. Тут не было ни одной вырубки. Сейчас мы вам покажем, что произошло с этим лесом. И вот тут вот очень интересные деревья. Попутно давайте покажем мы их вам тоже. Посмотрите, вот это такая лирообразная сосна, как музыкальный знак. Ну, таких сосен тут несколько, она не одна. Когда-то, возможно, повредили верхушку этой сосны, она пошла в сторону, образуя вот такие вот формы, как сейчас. Есть тут еще и другие такие же сосны. Сейчас мы к ним подойдем. Нашли грибы рыжик. Это очень ценный гриб. Гриб первой категории. Он идет наравне с белым грибом. Но, к сожалению, гриб этот уже изъеден червями. В пищу такой гриб уже не годится. Гриб универсальный. То есть, его можно есть сырым, посыпать солью. Можно его жарить, варить, готовить из него супчик. Ну и мариновать тоже. Поэтому гриб универсальный, очень ценный гриб. Вы его встретите, собирайте, не избегайте его. Несмотря на то, что на среде он выделяет вот такой какой-то желтый, точнее оранжевый сок. Гриб вполне съедобен. В середине леса попадаются растения, которые мы не ожидали тут встретить. Это бирючина, лигуструм по латыни. Но она более-менее часто встречается, это растение. Цветет душистыми белыми цветами. Цветы очень похожи на сирень, но это не сирень. Плоды вот такие, очень аппетитно выглядящие, блестящие черные плоды. Но они несъедобны. Плоды эти ядовиты. Поэтому запомните и не употребляйте его в пищу. В лесу, вот в таком сосново-еловом лесочке, мы обнаружили мухомор. Хотели показать вам мухомор красный, но красный мухомор мы не нашли. Нашли вот другой мухомор, мухомор пантерный. Вот посмотрите, как он выглядит. Это ядовитый гриб. Правда, он не смертельно ядовитый, но тем не менее, гриб ядовитый, который вызывает очень тяжелые реакции в организме человека. Рвоту, диарею. И если вовремя не промыть желудок, не обратиться к врачу, то можно, конечно, отравиться более серьезно. Лежать под капельницей. Вас должны обеззаразить каким-то образом. И таким образом. Вот запомните, как он выглядит. Это пантерный мухомор. Красный мухомор, он очень красивый. Бесподобно красивый. Прямо можно с него рисовать картины. Но, к сожалению, повторяю, не нашли. Наверное, поздно приехали. Здесь вот соврали хворост. Ну, не только хворост. Там есть и какие-то деревья подрубленные. И потом почему-то какая-то муда появилась поджигать эти деревья. И образуется такое большое пожарище. Она выжигает огромные пласты дерна. Дерн, вот место, заросшее травой, дернина, она очень долго восстанавливается. И делать такие вещи в лесу, тем более это опасно, что пожар может перекинуться и на другие деревья, и будет целая беда. Но, тем не менее, вот, не знаю, кому принадлежит этот лес. Это район, это Джавский район, само собой, понятно, расхвойные деревья. Не надо обратить на это внимание, запретить разводить такие кострищи. Сейчас мы вам покажем место, где было разведено кострище такое, и где выгорело все кругом. Вот вы видите кострище, которое было разведено здесь, на этом месте. И выгорела вся трава, выгорела. И земля, и трава, все сгорело. Очень скоро все это не восстановится. Надо ждать много-много лет, чтобы тут снова выросла трава, и все пришло бы в порядок. Делать такие вещи нельзя, и вообще-то даже запрещено. Но, тем не менее, вот так вот ведут себя для некоторых товарищей. Это молодой, прекрасный сосновый лесочек, который был нормально, который имел нормальный вид, хорошо выглядел. Но непонятно, почему его стали вырезать. Обратите внимание, сколько их выпилено. Он срезан не топором, а, как видите, срезан бензопилой. И такого безобразия тут много. Обратите внимание, вокруг нас все вырублено, выкашено. Главное, если бы их еще забрали бы куда-то, для каких-то нужд, если они были нужны. А вот так вот подходить и бесконтрольно вырезать и вырубать хвойный лес никому не дано такого права. Ну вот, посмотрите, как кругом вырублен весь хвойный лес. Эти вырубленные сосны потом высохнут. Это место для пожара. И эти сухостой очень сильно горит. И сгорел этот сухостой, конечно, выгорит весь лес. Не знаю, кого это конкретно касается. Есть, наверное, какой-то лесничий, который ухаживает за этим лесом. Пожалуйста, уберите, наведите здесь в порядок, уберите, вывезите все отсюда и запретите вырезать этот лес. Вот нашелся еще один рыжик. Ну, с одного рыжика, конечно, навара никакого не будет. Мы его забирать не будем. Видимо, тут кто-то походил в свое время и собрал. Ну, на этого рыжика он не обратил внимания, он остался один. Есть много мест, где они были вырезаны и унесены. Валяются пачки сигарет, бутылки. Чего тут только нет. В общем, короче говоря, говорить, что лес наше богатство, бить себя в грудь и гордиться своей родиной, ее лесами, вот при таком состоянии, при таком положении лучше помолчать и заняться делом. Может быть, сюда какой-то десант выгрузить и вычистить этот лес, спасти его от пожара, чтобы можно было зайти в лес нормально, не обходя эти вырубленные несчастные деревья. Вот перед вами тут находится очень красочный декоративный кустарник, который называется пироканта. Но не разной формы. Бывают вот такие вот низенькие, небольшой высоты, а бывают высокорослые пироканта. Пироканта – декоративное растение, которое очень хорошо поддается стрижке. И во многих местах, те, которые занимаются серьезно зеленым хозяйством, выращивают эту пироканту в городах, в поселках, в каких-то других местах. У нас почему-то до сих пор не принято. Как-то однообразно озеленяют город. Сплошные липы, сплошные там какие-то еще клены, другие деревья. Сейчас в последнее время появились березы, а вот таких кустарников, как пироканта, которые очень декоративно весной расцветают мелкими белыми, ароматными цветами. И вот сейчас, осенью, когда появляются на ней плоды. Плоды эти, ну, насчет съедобности нигде ничего не пишут, но в любом случае они не ядовитые. Я вот перед вами стою живой. И мы в детстве их не знали, что это. И очень часто ели эту пироканту. Ну, и как-то я поместил фотографии пироканты в интернете. И мне ответили, что это очень вкусный компот. Очень вкусный компот получается этого растения. Боярышник, как видите, выглядит совершенно по-другому. Это ценное плодовое дерево, которое до сих пор еще не нашло достойного уважения и внимания со стороны жителей Южной Осетии. Плоды целебные. Их можно употреблять в пищу, готовить с них повидло, компот, сушить и делать из них чай, выпивать, потому что они регулируют ритм сердечных сокращений, снижают давление, помогают также хорошему сну. Ну, и их можно есть прямо в таком же сыром виде. Не обязательно их варить или готовить повидло. Можете пользоваться этим добром. Оно пока не есть, желательно до морозов, потому что, когда их ударит мороз, то уже часть витаминов, которые находятся в этих растениях, она теряется. И поэтому собирайте его, не брезгуйте этим растением. Растение очень полезное. Не только плоды боярышника полезны, полезны очень его и цветы. Цветы считаются даже более сильным средством для болезни сердца, чем эти самые плоды. Но лучшим считается, когда плоды и цветы заваривают вместе. Поэтому сейчас вы цветы, конечно, уже не соберете, но плодами пользоваться можете. Ну, вот еще другие кусты пироканты. Я забыл вам в самом начале сказать, что пироканты у нас встречаются в двух цветовых вариациях. Одна вот такая оранжевая, другая ярко-красная. И та, и та. Выглядит очень нарядно, очень красиво. Если вам не лень, откапывайте кустарник, сажайте у себя перед домами, озеленяйте свою улицу. И, ну, если вам нравится, можете ее и кушать. В республике не росли кедры. Точнее, неправильное название – это не кедр, это кедровая сосна. Она интересна тем, что, в отличие от наших сосен, дает очень ценные орешки. Орешки, ну, они примерно вот такого вот размера, съедобные, очень жирные, очень вкусные, очень питательные. Во всех лесах Сибири звери в основном ведут питание, питаются вот этими вот орешками. Ну, эти кедры будут посажены в нашей республике. Некоторые товарищи попросились посадить у себя, ну, а в основном их раздали по лесхозам, по заповедникам. Они будут посажены, и через какое-то время у нас будут расти свои кедры. Ждать, правда, долго, примерно лет 20, но, дай Бог, чтобы мы дождались. И эти кедры будут украшать нашу родину, не считая того, что они дают очень хорошие, вкусные, съедобные орешки. Помимо всего этого, кедровая древесина считается очень ценной и высоко ценится, даже на мировом уровне. Поэтому, я думаю, что через несколько лет мы сможем, ну, я-то, наверное, уже не успею, но те, кто помоложе, наверное, будут рады тому, что у нас произрастают кедры. Два видра кедров были получены, кедр сибирский и кедр корейский. Оба они очень красивые, но кедр корейский чуть более теплолюбивый, чем кедр сибирский, но орешки он дает такие же, и, на мой взгляд, он даже немножко красивее. Но как бы то ни было, в любом случае, я думаю, что это какой-то прогресс, и если они приживутся на нашей земле, то это будет очень ценная культура, очень востребованная, и со временем наши зверушки смогут питаться, помимо вот того, что растет у нас в лесу, еще и кедровыми орешками. Очень ценно кедровое масло. Ну, у нас, если приживутся, они, будет их достаточное количество, можно будет, кедровое масло идет на экспорт, продавать его другие страны. Добровольцы у нас появились, наш начальственный товарищ сам самолично выкопал яму, и на месте зарской трагедии сажает кедры. Дай Бог, чтобы они прижились, и когда-то в будущем, в память о погибших, эти кедры напоминали об этой трагедии. Свою лепту хочу внести я тоже в этот процесс посадки кедра. Ну, вот, если в городе и вокруг города, в окрестностях еще царит теплая осенняя погода, то на Зарской дороге выпал уже снег. Ну, он еще не такой, конечно, глубокий, проехать мы смогли, но дорога скользкая. Если кто-то будет проезжать, учтите, что дорога скользкая, езжайте осторожно, во избежание неприятных моментов. заканчиваем мы свою работу, прощаемся с вами, говорим вам до свидания и до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok